Всем привет! С вами Михаил и сегодня мы поговорим о сверлении с микроударом. Рассмотрим основные характеристики такого оборудования на примере самых известных в Европе брендов, сравним систему микроудара с обычной ударной дрелью и перфоратором, а также воочию посмотрим на скорость обработки материала на перфораторе и машинке с микроударом. Система микроудара по принципу работы очень схожа на ударную дрель. В ней используется два зубчатых храповика, которые при вращении сходятся и расходятся, таким образом создавая удар. В ударной дрели сила удара значительно выше, чем в дрели с микроударом, поэтому использовать обычную дрель можно только в безударном режиме, иначе это приведет к разрушению корпуса и отрыву сегмента. На частоту ударов влияет количество зубьев на храповиках и обороты вращения вала. Помните, чем выше амплитуда удара, тем ниже ресурс вашего сверла. Но эта очень важная характеристика не заявляется ни одним из производителей оборудования, и ее можно измерить только самостоятельно. А теперь давайте посмотрим на другие не менее важные характеристики машинок с микроударом на примере самых распространенных в Европе брендов. Мощность, количество оборотов, наличие переключения скоростей, количество ударов – все это может кардинально разниться в зависимости от производителя. И все эти характеристики сказываются на скорости обработки материала и ресурсе расходника. Если вы задумываетесь о покупке такого оборудования, обязательно сохраните себе эту табличку и воспользуйтесь ей при выборе модели. Очень часто задаваемый вопрос, можно ли использовать любые сверла для работы с микроударом. Практически все сегменты, которые справляются с обработкой бетона на дрели либо перфораторе, будут это делать и на машинке с микроударом. Однако от этого сильно пострадает их ресурс. Специально для сверления с микроударом разработаны другие сегменты, которые включают в себя более прочные алмазы и металлическую связку. На данный момент в торговой марке ADTNS существует две модели сверл для сверления с микроударом. Это CSX для сверления подрозетником и RSTX для сверления более глубоких отверстий под вентиляцию. А теперь перейдем к практике. Наше сверло CSX мы будем использовать на дрели с микроударом и на прямом перфораторе. При сверлении используем для отбора пыли Drill Duster. Помните, что правильная техника сверления подразумевает покачивание. Особенно это важно при сверлении глубинным. Но и на подрозетниках это весьма эффективно выводит шлам и помогает затачиваться сегментом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Как видите, скорость обработки отличается в разы. А если это 50-70 розеток на одном объекте, это часы сэкономленного времени, а за несколько объектов в дни или даже недели. Время это очень ценный ресурс. Помимо сэкономленного времени, вы потратите значительно меньше усилий на работу, так как работа в режиме микроудара не требует прикладывания таких усилий, как на перфораторе, либо дрели с микроударом. Покупайте качественное оборудование и делайте свою работу быстро и легко. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, вас ждет еще масса полезной информации. Субтитры сделал DimaTorzok